Всем привет! В эфире программа Чемодан, с вами Юлия Новикова. И сегодня мы познакомимся с тиктокером и музыкантом Евгением Зотовым. Жень, привет! Добрый день! Вот смотри, тикток это сейчас популярная такая соцсеть, уже много молодежи освоило это приложение. А вот расскажи, почему ты решил зарегистрироваться в тиктоке? Я же на самом деле музыкант, я всю жизнь занимаюсь музыкой. И для музыканта самое важное, наверное, быть услышанным. Самое важное продвинуть себя, найти способ стать известным. И я верю в то, что ничего не бывает так просто, все это скорее всего работа. И сейчас же соцсети максимально популярны в наше время, но инстаграм, так же как ютуб, сейчас более такие бизнес-платформы, бизнес-площадки. И на них на самом деле сложно сейчас с нуля стать известным. И появилась такая социальная сеть, как тикток, я про нее узнал случайно от своих друзей. И подумал, почему бы не попробовать, не поснимать именно туда. Потому что в тиктоке стать популярным сейчас несколько проще, чем на ютубе. Скажем, тикток это ютуб 10 лет назад. Все просто потому, что ты можешь снять интересный контент, ты можешь снять, как ты танцуешь, поешь, играешь, что-то рассказываешь. И если твой контент будет интересен людям, то тикток сам продвигает тебя, делает тебя более популярным, известным. Таким образом, ты можешь создать себя сам с нуля, просто взять в руки телефон, снимать себя постоянно, снимать каждый день, что-то делать интересное. И стать известным, стать популярным. В общем, сделать себя сам, и не нужно совершенно, на самом деле, никакой большой команды, ничего сложного, никаких вложений. То есть одному вполне можно поднять себя с нуля и заниматься тем, что тебе нравится, показывать это людям. Ну, ты вот уже упомянул, что ты с детства в музыке, ты поешь, играешь на скрипке, фортепиано, занимаешься также аранжировкой. И я так понимаю, что придумать идеи для видео тебе не составило большого труда, да? Концепцию ты определил сразу. А вот как ты добился такой популярности? Ведь там конкуренция в тиктоке просто бешеная. Да, ну тут опять сводится к тому, что я музыкант, и мне не нужно придумать много контента разнообразного. Мне не нужно, как сейчас в тиктоке модно, создавать липсинги, просто открывать рот под музыку. Мне не нужно что-то интересное рассказывать. Я просто снимаю то, чем я занимаюсь каждый день в обычной жизни. Я пою, я играю на скрипке. И музыка, она ведь не имеет границ, на самом деле, она не имеет языков. И поэтому мне, может быть, отчасти было проще, потому что среди всего юмора, который в тиктоке, человек листает ленту рекомендаций и просто находит музыку. А музыка, она в каждом одна, одинаковая, едина. И мне кажется, это такой контент, который на самом деле нравится многим людям и как-то больше откликается среди нас всех. Поэтому аудиторию мне, может быть, собрать было немножко легче, чем остальным. Но опять же, все это работа, да. То есть тикток такая же работа, как и любая другая. То есть я так же просыпаюсь рано утром, снимаю каждый день, снимаю целыми днями. В общем, эта социальная сеть не отличается, в принципе, от любой другой работы. Опять же, если мы хотим это делать хорошо. То есть, ну, тут все сводится к тому, что если хочешь делать что-то качественное, надо много работать так же, как и на любой другой работе. Я думаю, что ты согласишься со мной, что Вайны сейчас захватили интернет-пространство. И это, в принципе, неудивительно. Это довольно-таки удобно. Я вот тоже люблю так смотреть эти короткие видео. Однако это сложно за 20 секунд донести какой-то смысл. А как тебе это удается? Да, действительно, тикток – это приложение, в котором в основном преобладают короткие видео длиной 10-15 секунд. Все дело в том, что сейчас мы движемся в 21 век, да, технологии, все очень быстро. И нам уже не нужно смотреть двухчасовой фильм. То есть, нам достаточно посмотреть 10 секунд, пролистать, посмотреть следующий ролик. Если неинтересно, выбрать следующий. Поэтому заключается, на самом деле, все в том, чтобы удержать внимание всего лишь 10-15 секунд. И я снимаю музыку, поэтому я беру самые популярные треки, беру буквально какой-то кусочек небольшой, скажем, припевт, и выкладываю каждый день по несколько таких видео. И, как правило, такие видео и приносят большое количество подписчиков. Предлагаю сейчас вместе с телезрителями посмотреть твои видео. Наслаждаемся! И пропадает миллион их навек, когда это самый дорогой счет век. Правда, слишком глубоко рано забывать друг друга по равням. Но я берегу тебя внутри разбитой души. Внутри души. Не знаю, кто за нас все решил. Все решил. Простите за то, что счастье лишит. О, е-е-е-е, прости. Клеопатри. Ой. Клеопатри. На-на-на-на-на-на. Молочный шоколад. Рожжу, поцели меня. Худем танцы, круюсь, семей лад. Да я буду тебе легче. Также ты ведешь Инстаграм, и там у тебя более 20 тысяч подписчиков. И я вот так заметила, что большое внимание ты уделяешь эстетике. Вот расскажи, что тебя вдохновляет на создание фотокарточек? Да, Инстаграм действительно веду. Ну, 20 тысяч это на самом деле очень мало, конечно. Особенно если мы берем музыкантов, ребят, на которых я ориентируюсь. 20 тысяч это совсем еще ничто. Что касается эстетики, да, я стараюсь сделать максимальный упор на эстетику, на минимализм фотографий. Не знаю, для меня Инстаграм, да, такая душа, она приносит на самом деле удовольствие, эстетическое удовольствие. Там очень много красивых аккаунтов, людей, которые красиво передают свою жизнь посредством фотографий. Ну, я, конечно, стараюсь тоже такими вещами немножко заниматься. Дело в том, что мы все в Инстаграме уже устали от фильтров, устали от бесконечной обработки. И я стараюсь сделать кадр прямо с нуля, совершенно не накладывая никакую обработку. Мне кажется, в этом есть некая своя изюминка в том, чтобы найти вот этот вот тот самый кадр и сделать его максимально минималистичным, но при том передать какой-то жизненный настоящий момент, передать эмоцию прямо посредством такой фотографии. Поэтому для меня Инстаграм на самом деле сейчас является такой вот тоже важной платформой, и мне безумно нравится его ввести. А сколько вообще вот времени проводишь в социальных сетях? Ну, на самом деле, в 20-й год показал, особенно в условии карантина, целые дни практически. На самом деле, я провожу, может быть, часов по 10-12 в телефоне бесконечно. Это и телефон, и компьютер, пока ты все это смонтируешь, выложишь, найдешь новые идеи для роликов, найдешь новые идеи для фотографий в Инстаграм, сторис. То есть, на самом деле, я полдня Дениса Рась провожу действительно в социальных сетях. А вот не устаешь от этого? Устаю, да, но это такие издержки профессии, скажем, приходится с этим мириться. Давай теперь поговорим о детстве. Ты в Инстаграм писал, что родители тебя в 5 лет отдали на скрипку, и до 15 лет твое детство можно назвать на 70% кошмаром. Почему? Да, здесь все связано, наверное, с тем, что я изначально все воспринял как-то через излишнюю работу. Для меня казалось, что занятие на скрипке – это действительно очень тяжело. Но я прям все через слезы, через боль какую-то внутри себя все это воспринимал, подходил к этому всему слишком как-то утрированно. И занятие на скрипке действительно требует, особенно в детстве, большого количества времени. То есть нужно заниматься каждый день, нужно заниматься от двух до четырех часов, иногда больше. И мне приходилось так заниматься. На самом деле я не хотел, но родители, да, родители, педагог все время говорили, что нужно заниматься. Особенно были успехи, были конкурсы. Я постоянно участвовал в каких-то конкурсах, и поэтому приходилось много работать в детстве. И действительно, в то время, когда все мои друзья, все ребята гуляли во дворе, играли, катались на скейтах, и я занимался на скрипке каждый день в слезах, и очень редко выходил по сравнению с ними на улицу. Но сейчас все кардинально поменялось. Сейчас, конечно, я хочу сказать большое спасибо моим родителям, моему педагогу за то, что такой путь дали мне пройти, за то, что выдержали, и за то, что я сейчас имею то, что имею, благодаря им. Потому что здесь, на самом деле, моей заслуги практически нет. Тут мама, папа и, конечно, нас ждет педагог. А можно сказать, что вот сейчас музыка стала стилем твоей жизни? Да, однозначно, я просыпаюсь, засыпаю только с музыкой, я целыми днями работаю. Мечтаю, что когда-нибудь все получится. Я обязательно верю, что все получится. Здесь главная работа, и иметь цели, в них верить, и много-много работать. Отлично, спасибо большое за интервью. А я напоминаю, что сегодня мы познакомились с популярным тиктокером и музыкантом Евгением Зотовым.